Всем привет! Сегодня мы начинаем второй комплекс физических упражнений, которые будут посвящены прямому удару ноги. Мы начинаем. Первое упражнение это приседание со штангой на плечах. Это базовое упражнение. Самое главное это держать спину ровно и я приседаю до 90 градусов. Ниже не приседаю, чтобы не было перенапряжения колен. Количество повторений в приседании мне понравилось, как делал известный бодибилдер Том Плац. Он любил делать по 20 повторений, по 30, по 40, по 50 повторений. У него были большие весы. Я делаю количество подходов большое, количество повторений большое. Вес я беру умеренно. К примеру, 80 килограмм я делаю 8 подходов по 15 раз. Потому что мышца должна работать, она должна в усталом положении. Все равно работать, как и не было тяжело. Это очень важно для боя, когда уже последние раунды ты устал, но ты себя заставляешь работать на выносливом. Мышца должна быть выносливая и рабочая. Следующее упражнение ГАК. Приседание со штангой. Его немногие делают, но оно очень важно именно для укрепления колен. Здесь важно не садиться, как как будто ты делаешь заднюю становую тягу. А здесь именно на нашем спина ровная колене, чтобы шли вперед. Когда придет максимальная нагрузка на колене, они очень хорошо прокачиваются. Вес минимальный. Спускной грифли, вот у меня по 5 килограмм блинчики. Больше нет, потому что здесь должна быть техника идеальная. Следующее упражнение это разгибание ног сидя. Это значит триглавую мысль бедра. Хорошо укрепляется колено. И опять же, я делаю небольшой вес, немного повторений. Обязательно в конце добавляю по одной ноге. То есть вес еще меньше потом и по одной ноге делаю, чтобы нагрузка на одну ушла. И очень важно здесь, чтобы стопы были немножко вовнутрь и в конце, когда нога выпрямляется буквально на одну секунду, она в напряженном состоянии задерживается. Следующее упражнение это хождение с блинов в приседе. Здесь очень важно держать ноги 90 градусов, угол 90 градусов в колене. Я пройду и потом идет добивка, блин кладется и без без блина идет добивка. Следующее упражнение это произведение ножницы в смите. Упражнение очень тяжелое. И травмоопасно, поэтому советую пробовать его начинать вообще без блинов, с пустым грифом. И ногу переднюю, на которой вы будете стоять, ставьте немножко дальше, чтобы меньше было нагрузка на колено, а больше на мышцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй мах у нас будет мах для прямого удара ноги. Здесь важно, чтобы баланс, наш вес тела переходил с одной ноги, с задней на переднюю. Вот это самое главное в этом махе. Не надо стараться махать как можно выше. Можно махать и до уровня корпуса, до уровня так. Главное, чтобы у нас вес был на задней ноге, на передней ноге. Это очень важно для удара. И теперь также мы делаем мах-удар. Мы делаем мах-удар. Удар здесь или на носки от себя, или стопа на себя, здесь не важно. У меня получается стопа на себя. Главное, чтобы схватывать мышцы ведра и особенно колено. Конечно, чтобы избежать травмативных. Вот еще вот мах-удар. Следите за тем, чтобы вы стояли на ноге. Удержание здесь все просто. Вот мы стоим, удерживаем ноги. Руки как в стойке, то есть как будто мы ударили прямой удар ноги. При удержании очень важно включать мышцы бедра, потому что это основные трудовые ноги. И схватывать колено. Опять же, стопа может быть на себя или болотче. Руки как в стойке. Вот мы держим. Руки как в стойке. Руки как в стойке.